1 к 14. Примерно так выглядят соотношения посаженных и вырубленных деревьев в Риге за последние 5 лет. В эти дни еще 27 деревьев лишится магистрального брия Базгатвы. Останется ли латвийская столица зеленой, выясняла Евгения Копылова. Есть дерево, нет дерева. Департамент среды и жилья Рижской думы в общей сложности на улице Брия Базгатвы планирует вырубить 27 деревьев. Все они больны, допустим. Но будут ли на их место посажены новые деревья? Начнем со статистики. Деревьев на муниципальной земле в Риге становится все меньше. За последние 5 лет в столице высажено 198 новых деревьев, а спирены более 2,5 тысяч. Разница в 14 раз. И то, если бы в прошлом году не было более-менее крупных посадок, статистика выглядела еще более удручающе. К примеру, в 2016 году новые деревья вообще не высаживались. Уже год назад мы заметили, что деревьев в Риге становится меньше. Каждый год вырубают намного больше деревьев, чем сажают. В Риге вообще много места, где дерево срубают, а через время это место асфальтируют или закрывают плиткой. У города нет стратегии развития, как возобновить и содержать зеленую зону. Вот, например, квадратное пятно асфальта вместо дерева в самом центре города, около железнодорожного вокзала. Есть и другие примеры на оживленных улицах столицы. Так почему деревьев в Риге становится меньше? Во-первых, многие деревья Риги действительно больны и стары. Их нужно спиливать. Но вот посадка новых деревьев финансируется по своеобразной схеме. У нас есть программа бюджета для посадки деревьев и ухода за ними. Деньги нам перечисляет строительное управление Рижской думы от части доходов с компенсацией от выданных разрешений на вырубку. Посадку деревьев ограничивают финансовые возможности. И такую схему общество Пилса Ататил Вайкем считает неприемлемой. Деревья уменьшают загрязнение воздуха, задерживают пыль, впитывают лишнюю воду от дождя. Деревья нужны городу, и это понимают в любом городе Европы. В Вильнюсе, например, за последние четыре года посадили шесть тысяч деревьев и кустов. А у нас город не выделяет средства на посадку деревьев. Получается просто абсурдная ситуация. Департамент жилья и среды зависит от количества вырубленных деревьев. Нет денег — не отговорка. Вот, например, LED-экраны, установленные на Бриевос в прошлом году. На эти деньги можно было посадить сотни деревьев. Это вопрос приоритетов. У горожан мнения разные, но есть и те, кого вырубка в городе огорчает. Неуютно немножко, что срубают деревья. Они красивые, они зелёные, не украшают город, и воздух лучше делает. Если бы было объяснение, почему это делается, почему? Весной, мне кажется, Рига достаточно зелёная, парки зелёные. Может быть, на улицах можно было бы посадить больше деревьев. Но я лично не замечал, что вырубается много деревьев. Ну а когда на месте вырубленных 27 деревьев на Бриеве Базгатве появятся новые? Конкретную дату сказать не могу. Это зависит от того, как нам повезёт с доходами. Если не получится этой осенью, будем стараться в следующем году найти средства на эту улицу. Не на каждое место, где вырубается дерево, получается посадить новое на следующий день.